Уважаемые депутаты, спасибо, что разрешили мне сказать два слова в защиту того сооружения, которое в 2009 году начинало, появились документы о том, что у нас будет такой каток и это оборудование будет поставлено в город Деснаборск. В 2009 году нам было предложено прекратить здесь заливать каток в третьем микрорайоне, 25 лет заливали в третьем микрорайоне, в 2009 году нам было сказано, что в 2011 году придет каток, будет искусственный лед и мы, к сожалению, сегодня должны принести извинение своей хоккейной команды, что мы прекратили контролировать этот процесс, понимая, что если поступает оборудование по федеральной программе, то уже никаких вариантов не смонтировать это оборудование не получится ни у кого. Однако за 8 лет менялись два созыва депутатов, поменялось три главы администрации, два губернатора и умудрились за эти 8 лет, единственное, что сделать, это составить оборудование. На сегодня, значит, в Хладагенус вышел срок эксплуатации, его нужно утилизировать, это стоимость порядка 2 миллионов за утилизацию. Значит, никто не знает технического состояния того оборудования, которое находится на хранении, на добровольном хранении с МАТЭ. Значит, поэтому, чтобы принимать решение о каком-то движении с материальными ресурсами, вот этими, не надо, я объясняю всем, что не привязывайте вы эту пятую недостроенную школу к оборудованию катка. Итак, оборудование катка, если бы в свое время город Десногорск не согласовал проект на 340 миллионов и достройку пятой школы, то мы уже давно бы катались. Но мы захотели слишком многого, область не дала в результате ничего. Ну, я говорю, что сумма была увеличена почти в два с лишним раза на строительство катка. То есть, стандартный каток собирался до 100 миллионов, мы запросили в области 340, в результате не получили ничего, потому что область отказалась восстанавливать пятую школу. Просто-напросто. И сюда же под эту раздачу попал этот каток. Сегодня, не зная технического состояния, то есть, во-первых, никто не может сказать, тут уже правильный вопрос задавался, у кого на хранении, каким образом хранится. Мы все время проводим техэкспертизы зданий, которые никакого отношения к катку не имеют. Почему? Оно в проекте есть вместе с катком, но они разделены между собой обычным тамбуром, переходом, который отсекается. У нас на площадке здесь в городе несколько проектных организаций. Нужно рассматривать вопрос в какую сторону. Немедленно, значит, пересматривать проект, отсекать пятую школу, пусть даже на том же месте, где сейчас залита плита. Вот, единственное, что можно проверять сегодня, это состояние той плиты, которая залита под монтаж ангара. Вот если оно в адекватном состоянии, его используют. Если оно в неадекватном состоянии, значит, эту плиту нужно демонтировать и под ангар готовить новую плиту. Оборудование, которое закуплено по федеральной программе, таким или иным образом придется использовать. В противном случае, это финансовое, ну, нарушение мягко сказано. Это финансовое преступление, не используя федеральные деньги. Значит, что сейчас предлагает, я так понимаю, что вот эти все передачи оборудования, они идут как по инициативе, например, Рославля. Рославля уже пять лет просят машину, хотя у них своя машина работает, я вам подтверждаю, каждый два раза в неделю я катаюсь на катке, у них вполне исправная машина. Поэтому просят они, я уже сказал почему. Потому что купить сегодня новую машину, это порядка 25 миллионов, а забрать машину без моторесурса, без мотопробега, за четверть реальной сегодня стоимости, это прекрасная выгодная сделка. Они дали через область, область с удовольствием идет навстречу, потому что, значит, надо начать поднять сегодня договоренность о строительстве, каким образом распределялась финансирование. То есть открыть и посмотреть, кто нам должен был поставить оборудование, его поставили, и кто должен был предоставить деньги на монтаж катка. Об этом уже все забыли. Сегодня те, которые должны были предоставить деньги на монтаж катка, они сегодня предлагают раздать это имущество Рославскому катку, Сафоновским каткам. Завтра скажут, что нужен компрессор, а свалец на каток. И тем самым вот эти вот оборудования по федеральной программе, полученные городом Гресногорском, оно разойдется по разным муниципальным образованиям. Область в целом закроет вопрос по федеральным деньгам. Они будут использованы просто другим образом. А город у нас останется... Дело в том, что у всех тяжелая ситуация. Но на фоне вот этой тяжелой ситуации у нас в области есть примеры. Например, в этом году Сафонову открыли второй каток. Когда мы говорим, что нет денег на строительство, ну, Сваленске три, понятно. Сафонову построили второй. Есть пример Рославля. Мне больше всего обидно отдавать Рославлю. Лучше отдать Сафонову, ей-богу. Потому что Рославль сегодня неэффективно использует свой каток. У них 10-ти миллионные убытки каждый год по этому катку. Абсолютно неэффективно администрирование. И мы еще им будем помогать в виде вот таких подарков. В Сафоново каток построили второй, потому что у них каток перегружен. Он себя окупает, и они поэтому им разрешили построить второй, им выделили деньги при эффективном использовании этого имущества. Ничего изобретать не нужно. Каким образом построены два катка в Сафоновском районе? Можно взять, поехать сюда депутатом, посмотреть, поговорить с теми людьми, которые пробивали эти деньги. Обсудить вопрос, как они из бюджета. Потом, например, аренда льда. Я сейчас еще два слова скажу. Пока была команда ветеранов, в Рославле, например, за нее платила деньги Федерация Хоккея обосновала. То есть они оплачивали этот лед в Рославле. Федерация Хоккея. За детские команды платит Федерация Хоккея. То есть вопросы финансирования вот этих объектов, они очень, с одной стороны, сложные, с другой стороны, если есть команды, которые могут участвовать в соревнованиях, если есть детские школы, если есть там другие вопросы, то это не такое тяжелое время, как оно легло на Рославле. Я говорю, просто пример. Сафоновый Рославль, абсолютно разный экономический подход к этим сооружениям. Значит, сегодня, отдавая машину, мы раскомплектовываем единый комплект. Это единая структура, это компрессора, это насос, это трубопроводы, это арматура, это кресло, это и так далее. И часть ангара, я не знаю, никто сегодня, наверное, не сможет точно сказать, полный ли этот ангар там лежит возле 13-го общежития, или не помню. Половина? Ну, если половина, значит, непонятно, каким образом тогда выполнен был конкурс в 12-м году и поставка этого оборудования. Это надо проверять, это вопрос уже чистотехнический. Я думаю, половина. Нет, мы должны все понимать, о каком имуществе мы говорим, в каком состоянии мы находимся. В любом случае, бесконечно СМАТЭ не может содержать у себя это оборудование, хранить его. Тем более, я думаю, что никаких официальных документов между администрацией и СМАТЭ, наверное, не существует. Кто их охранит, конечно, вопрос тоже очень тяжелый. Но у нас есть складские помещения, в том числе крытые складские помещения. У атомной станции есть складские помещения. Я думаю, что у нас есть много организаций, которые могут обеспечить при определенном запросе городу нормальную сохранность контроля состояния. Плюс надо, конечно, проверить техническое состояние. После того, как будет понятно, что мы имеем на нашей площадке, потому что реально в этот вопрос никто не погружался. Нормально никто ответить не может. А раз мы в эти вопросы не погружались, мы сегодня не знаем, ни сколько нам нужно денег для достройки, ни сколько нам нужно денег для изменения проекта, ни сколько нам нужно денег для торговаться сегодня о продаже одной единицы, одной десятой части этого лота. Сначала нужно определиться, что и как, что у нас находится, и все-таки рассмотреть, поскольку у нас, вы сами видите, кругом одни спортивные сооружения, все-таки рассматривать вопрос о том, что найти место привязки, еще раз вернуться к проекту, привести проект к текущему состоянию, привести сметы к текущему состоянию, потому что сегодня никто не может сказать, сколько нужно денег для того, чтобы смонтировать это оборудование. Никто. И никто этим вопросом не занимался. Потому что у меня было предложение, но я, к сожалению, не выступал ни перед кем, ни где. Еще в 2012 году было предложение обозначить именно администрацию строящегося объекта. И теперь дать директору, помните? Они не дали. Значит, нужна любая администрация, чтобы это был не человек, который занимается всем, а это должен быть человек, который бы занимался конкретно этим вопросом. И пусть у него там пару, два, тройку, четверо общественников, которые имеют определенные полномочия, которые им эти полномочия дали. В виде того, что они могут рассмотреть смертную документацию, рассмотреть проектную документацию, изучить, что хранится в смоте, выдать свои предложения. Вот сюда выдать на эту комиссию и сказать, что на сегодня мы имеем следующее. Ведь у нас, я уже разговаривал с руководителем предприятий города, я говорю, вы можете дать оценку компрессорному оборудованию, например? Они говорят, мы легко дадим, общее состояние мы определим. Потому что, по сути, этот каток, это просто крытый ангар с холодильником, с промышленным. Всего на все. У нас масса здесь в городе специалистов, которые могут хотя бы в первом приближении сказать, это еще можно смонтировать или уже на самом деле надо сдавать металлолом, списывать и расписываться в своем бессилии. Ну, в общем, я как бы, что мог, хотел бы и сказал. Ну и плюс это. У нас вчера приехала команда с Нововоронижской атомной станции, хоккейная. Хотя говорят, что хоккея нет, мы 10 лет уже официально не участвуем в соревнованиях. Команда города Десногорска, вчера из 13 команд мы вернулись с Нововоронижа, вняла пятое место, мы проиграли Ленинградской, Кольской, Белоярской и Нововоронижской станции. У них там слишком профессионально уже. Они, во-первых, все три. Белоярская атомная станция в ближайшее время каток построит. Иван Иванович уже вот-вот у него на выстреле каток. На Польской атомной станции каток, это был самый первый среди атомных станций. Значит, на Ленинградской станции пользуются питерскими коробками, а на Нововоронижской в прошлом году построили тоже такой же искусственный мир. То есть это четыре города, у которых есть возможность тренироваться, поэтому они заняты всего четыре места. Остальных Смоленская атомная станция вынесла со счетом там 6-1, 7-0 и так далее. Это при условии, что мы не занимаемся, мы занимаемся все время в Ростове. Торговаться за время, я еще раз говорю, у них там на массовом катании три коллеги катаются в Ростове. Стоимость часа, они собирают по полторы-две тысячи, они готовы за полторы тысячи пускать команды кататься. Чего они там выторговывают, я не знаю. И тем более машина у них исправна, это просто... Я понимаю, что они ее раскрывают на запчасти, либо на наши будут кататься, свою утилизируют. Спасибо, Сергей Валентинович.